Спорт, детишки, здоровый образ жизни. Ну, конечно, бывает, что не совсем здоровый, но в основном это здоровый образ жизни. Как только спортсмен останавливается, за ним идут тысячи и тысячи людей, которые становятся на его место. Ну, вообще, уже залезли мне в мозги. Вот видите, мне, значит, удалось подобраться близко к мозгам. Коротой путь длиной в жизни. Останавливаться нельзя. Вообще, спортсмены такие люди, вот это чувство адреналина, оно как наркотик. И когда ты его теряешь, ну, фактически ты стареешь. И физически, ну, и как спортсмены. Как начинались ваши увлечения боевыми искусствами, в частности, каратэ? Когда мне было годика три, наверное, мне отец привел в спортзал. Ну, тогда еще не спортзал каратэ, а спортзал зидо. Вот с того времени, ну, я начал заниматься спортом, можно так сказать. Отец был и есть, он меня тренером, он меня довел до звания чемпиона мира, до звания заслуженного мастера спорта по каратэ. Сами тренируетесь. А тренируете ли ребят? На сегодняшний день веду сборную команду Республики Крым по каратэ. Там состав где-то у нас 20-25 человек в возрасте от 14 лет старше. Я готовлю спорт высших достижений в области каратэ. Мои инструкторы готовят массовый спорт. И в этом формате у нас федерация на сегодняшний день насчитывается более тысячи спортсменов. Есть какие-то определенные черты характера, но я редко обижаюсь и практически не обижаюсь никогда. То есть в каких-то трудных ситуациях всегда ищу выходы из положения, потому что не бывает такого, что тебя загоняют в тупик. Это одна из особенностей чемпионов, я так считаю. А зачем обижаться, когда можно просто пару приемов показать? Ну или просто уйти. Или просто уйти, да? Это еще больше за день соперника. Естественно, знаете, физическая травма не так больна, как психологическая. Ну каратэ это же не только борьба, это еще и вид спорта, который имеет какую-то нравственную основу. Это так? Да, на самом деле каратэ это искусство и единоборство. Вообще все единоборства, они отличаются от, скажем, от других видов спорта тем, что у вас непосредственный контакт идет с вашим соперником. Вам не нужно доказывать, кто быстрее или выше. Вам именно там идет фактор, кто кого обманет и перехитрит путем, конечно же, и психологических, и физических качеств. Поэтому каратэ это как бы, знаете, как я говорю, татами – это жизнь. Да, и ввиду того, что данный вид спорта, он пришел к нам, скажем, с Азии, да, с Востока, точнее, вот, у них там очень заложено именно, скажем, процесс уважения, да, к старшим. И это мы обязательно развиваем в детях, в наших учениках, в наших подопечных. Это уважение к старшим и вообще правильное поведение по жизни, скажем так. Денис, может быть, каратэ стоит ввести в программу школьную? Любой вид спорта развивает данные морально-волевые качества, да, как уважение к старшим, помощь близким и так далее, а также патриотические ценности, какие-либо. Но я думаю, что это все зависит не от вида спорта, а от тренера, преподавателя, который ведет данные кружки, секции. И правильно доносит до ребят информацию. Конечно, правильно доносит информацию до ребят. К сожалению, на сегодняшний день, я не могу сказать за другие виды спорта, но в каратэ именно очень много, скажем так, самозванцев, которые одевают на себя какие-либо пояса и на системе, скажем, поясной градации зарабатывают финансы. И скажу, что не пропагандируют каратэ как благородный вид спорта, да, а пропагандируют как какую-то финансовую составляющую, бизнес. Коммерция. Коммерция, да. Ну, хорошо, если вы учите ребят борьбе, чему вы еще учите? Какой морали? Вот что вы даете, что вы вкладываете в их головы? Ну, первое, значит, хороший спортсмен – это умный спортсмен. И по себе могу сказать, если человек плохо учится, то, естественно, в спорте данные заслуги тоже могут быть немного занижены. Конечно же, есть вразденные качества, там скорость, выносливость, реакция – это основные показатели для высоких спортивных результатов. Но, скажем, работа головного мозга, она наиважнейшая в данном формате, особенно если ты занимаешься именно единоборствами, где у тебя идет непосредственно контакт с твоим соперником. Федерация каратэ Республики Крым имеет очень давние-давние корни. У нас есть не только, скажем, кандидаты в мастера спорта, но и мастера спорта международного класса, мастера спорта уже и России, и также имеются заслуженные мастера спорта. Более, ну, не более, наверное, до десятка в Крыму имеются чемпионов мира по различным версиям, именно по карате. Одним из них являюсь я. Вот. И под руководством наших квалифицированных тренеров наши результаты только растут вверх. Жизнь спортсмена очень интересная. Особенно если ты попадаешь в какой-то определенный топ-уровень, то, скажем, твоя спортивная жизнь становится намного разнообразнее. Хотя со стороны можно сказать, как он выдерживает такой ритм жизни. У него постоянно тренировки, какие-то сборы, какие-то поездки. Но фактически мы живем ради эмоций. Вот того мгновения, когда ты стоишь на пьедестале выше всех, играет гимн, поднимается флаг твоей страны. Это чувство адреналина. Оно иногда самых сильных людей мира доводит до слез, до эмоционального такого подрыва. Какие знаковые победы, это, конечно же, топового уровня соревнований. Самые большие мои соревнования первые были. Это было первенство мира в Венгрии в году, наверное, 1997. И я тогда первый раз увидел такое большое количество учащихся. Там было более 4,5 тысячи участников. И я растерялся, но и проиграл. Ну и запоминающиеся, конечно, это вот 2002 год. Бирмингем, первый мой чемпионат мира среди взрослых, где я стал чемпионом. Это было что-то с чем-то, настолько была эйфория, до слез, скажем так. Я туда поехал вторым номером, но оказался первым. После этого, скажем так, моя спортивная карьера пошла в гору. Я еще завоевал три высоких награды. Это в 2002 году, это был Лас-Легас. И крайняя награда такая высокого уровня была. В 2013 году мы были на чемпионате мира по версии ВКЦ в Австралии, в Сиднее. И объездили полмира. И наверняка какие-то были возможности и перспективы уехать в другую страну. Тем не менее, вы остаетесь в Крыму. Да, на самом деле у меня было на протяжении моей карьеры пару предложений. Ну, на тот момент мы были в составе другой страны, скажем так. И мне предлагали в Англию контракт и в 2005-м в Москву. Тогда, скажем так, был молод и не решался на данные глобальные действия, скажем, жизненных изменений. А сегодня я бы отсюда никуда не уехал. Во-первых, мне здесь нравится. Здесь тепло, комфортно и уютно. Здесь очень много друзей у меня, много знакомых. И, скажем так, здесь мою карьеру спортивную все знают. А там мне придется все заново. Время такая штука, которую не остановишь. И назад не отмотаешь и не вернешь, как говорится. Действительно объездил очень много, начиная там от Вегаса, Майами, Гавайи, заканчивая Сиднее, Мейбурн. В Европу объездил все. И скажу так, что такого, скажем, такой теплоты домашней только здесь у себя на родине, скажем так. Нигде не почувствуешь, как на родине, да? Да, как дома. Потому как, знаете, родина такое понятие. Я не скажу, что относительно, просто за свое время я родился, скажем, в СССР. Потом оказался из СССР при распаде в республике Узбекистан. В 12 лет переехал в Крым, получил гражданство в Украине. И сейчас я гражданин России. Я считаю, родина там, где ты, где твоя семья, где тебе тепло, комфортно, уютно. Вас называют дружелюбным человеком. Правда, что у вас много друзей? Да, на самом деле, много, наверное, знакомых больше. А друзей, ну, я не знаю, скорее всего, не очень много. Но это такой круг близких людей, которые придут на помощь или просто посидеть, скажем, попить чаю. Вот, в любое время дня и ночи. Есть тот самый вдохновитель в спорте? Как таковых вдохновителей никогда себе не создавал. Всегда хотел быть сам примером и лидером. Может быть, немножко эгоистично, но это факт. В спорте реализация чего-либо, она, можно сказать, секундная. Потому как, как только спортсмен останавливается, за ним идут тысячи и тысячи людей, которые становятся на его место. И не даром говорят, есть же, допустим, у нас в спорте считается пиковый результат, лучший результат – это олимпийский чемпион. В спорте вы абсолютно счастливый человек, успешный, а в личной жизни? Ну, у меня два сына, одному 6 лет, второму 11 месяцев. Да, один доминик – это старший, и Лев Денисович – это младший. Здорово. Люблю семью свою, правда, редко их вижу. Вот, и, в общем-то, супруги ценю то, что всегда ждет. Денис, о чем еще мечтаете? Ой, ну, хотел бы очень, чтобы мои дети попали на Олимпийские игры, были участниками. Ну, естественно, потом же лечить вон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!